Всем привет! Сегодня готовим сладкие вафли в вафельнице. Я хочу поделиться с вами некоторыми секретами приготовления вкусных домашних вафель. Также я добавлю в вафли один секретный ингредиент, который поможет сделать их еще более хрустящими. Такие вафли прекрасно подойдут на десерт, полдник или завтрак. Получаются очень-очень вкусные и готовятся довольно просто. Давайте приготовим. Три яйца разделим на желтки и белки. У меня яйца крупные, если у вас яйца мелкие, то лучше взять 4 штуки. Это один из первых секретов приготовления вафель. Разделять желтки и белки. Белки пока отставляем и начинаем просеивать все рассыпчатые ингредиенты. 250 грамм муки. В муку добавляем пол чайной ложечки соли и 2 чайные ложки разрыхлителя. Вместо разрыхлителя можно пользоваться содой, погасить ее уксусом. В муке делаем небольшое углубление и добавляем все желтки. Начинаем замешивать тесто. Постепенно добавляем молоко. 250-300 миллилитров. Ориентируйтесь на консистенцию вашего теста. Молоко должно быть слегка теплое или комнатной температуры. Если вы, например, его достали из холодильника, то поставьте его на 10 секунд в микроволновую печь. И мы подбираемся к секретному ингредиенту. Это газированная вода. Отмеряем 100 миллилитров газированной воды. Газированная вода насытит тесто кислородом и вафли за счет этого получатся намного хрустящие, чем обычно. Попробуйте приготовить таким способом, вы не пожалеете. Перемешиваем тесто до однородного состояния, так, чтобы не осталось никаких комочков. И добавляем 125 грамм сливочного масла. Сливочное масло нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно было очень мягким. Либо немножко подтопить его в микроволновой печи. И теперь занимаемся белками. Добавляем в них 3 столовые ложки сахара и взбиваем миксером до устойчивых пиков. Белки должны очень хорошо держать форму. На венчиках должны образоваться пики. Или если вы перевернете миску с белками, то белки не должны из нее выпадать. Далее в тесто добавляем добавки. У меня это экстракт ванили. Можно добавить цедру лимона или апельсина. И начинаем постепенно подмешивать белки. Миксер нам больше не понадобится. Добавляем в несколько раз белки. И аккуратно перемешиваем силиконовой или деревянной лопаткой. Круговыми движениями снизу вверх. Процесс этот довольно долгий. Но нужно набраться терпения и все хорошо перемешать. Тесто должно остаться таким же пышным, воздушным и однородным. Далее накрываем тесто пищевой пленкой. И один из главных секретов. Оставляем его настояться при комнатной температуре 30 минут. Текстура теста должна немного поменяться. Тесто у меня настоялось. Убираем пищевую пленку. Перемешиваем его. И подготавливаем вафельницу. Хорошо ее разогреваем до нужной температуры. Проверяем нагрев. Когда вафельница хорошо разогрелась, смазываем ее первый раз сливочным или растительным маслом. Сверху на формочки выливаем неполный половник теста с каждой стороны. Немного распределяем тесто по всей поверхности. Закрываем вафельницу и ждем. Каждая вафельница готовит по-своему. У меня примерно 2 минуты с каждой стороны. Вафельница у меня также переворачивается на одну и на другую сторону. Готовые вафли перекладываем на тарелку. И продолжаем запекать следующие вафли. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно на 12 штук. Размер моих вафель 10 на 15 сантиметров. Получается очень-очень вкусно. Рецепт прекрасный. Обязательно попробуйте. Вафли получаются действительно хрустящие. Подавать их можно как теплыми, так и холодными. Присыпаем их сахарной пудрой. Подаем с вареньем, медом, нутеллой, с чем вам больше нравится. Посмотрите, какие они получились внутри. Это прекрасный завтрак, обед, десерт. Детки тоже любят такие вафельки. Всем желаю приятного аппетита. Готовьте с удовольствием. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всего вам доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.